С вами вечерний Политпросвет. Поговорим о деградации, а может и блокировке Ютуба, Роскомнадзоре, этих ваших блогерах и этих ваших депутатских инициативах. Третьего дня депутат Александр Хинштейн, который у нас глава комитета по информационной политике, безопасности и так далее, не помню точно, как его должность формулируется, надеюсь, вот тут сейчас титрами пробежит, как правильно называть его место работы, сообщил ниже следующее. Деградация Ютуба вынужденный шаг направлена не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса и ее антироссийской политики. Хинштейн предложил россиянам переходить на альтернативные площадки Ротуб, ВК, видео, которые сейчас развиваются более чем активно. Ну, деградация Ютуба, наверное, вы все уже обратили внимание. Скорость загрузки Ютуба на стационарных компьютерах снизится до 40% к концу этой недели, а к концу следующей до 70%. Об этом тоже Александр Хинштейн имел место сообщить. Ах, дорогой товарищ Хинштейн, докладываю, администрация Ютуба, все эти ваши деградации и прочие меры глубоко до фонаря. Да, они попросту этого не заметят, им все равно. Они когда-то давно, еще в 22-м году, начали отключать и отключили-таки российских блогеров от собственной монетизации. Значит, они давно смирились с мыслью, что российский именно рынок для них потерян. В денежном смысле я не думаю, что для такого диганта, как Гугл, это большая заноза. Так что пострадает от этого, ну, совершенно очевидно, не администрация Ютуба. Пострадает от этого, что бы там депутат Хинштейн не говорил, именно российский пользователь, который будет пользоваться Ютубом, все хуже. А потом, возможно, это же с прицелом делается на то, чтобы его вовсе заблокировать. Из-за чего? А из-за того, что там антироссийская позиция. И что по этому поводу может сказать сознательный пролетарий и примкнувший к ним граждане? Считаю, что ниже следующее. Ютуб в данный момент, как ты к нему не относись, является. Первое, оно же главное. Это гигантская международная библиотека. С информацией, которая собиралась там около 20 лет. С информацией на всех буквально языках мира. Включая русский. С каковой информацией теперь, благодаря удобству переводчиков, можно пользоваться во всех уголках мира. Включая информацию на русском языке. То есть, для иностранных пользователей российский голос на ютубе все равно звучит. Несмотря на определенные ограничения, о которых поговорим чуть позже. Это именно библиотека. И библиотека, которая в силу своего размаха просто не имеет конкуренции. Библиотека, где у вас есть исторические материалы. Материалы по ремеслу тому или иному. Материалы о том, как правильно прикручивать краны, черт возьми, в ванной и чинить ботинки. Много, очень много самой разнообразной информации, которую, заметьте, ни в ВК-видео, ни в Рутубе, в таком объеме даже рядом нету. Ни один ресурс в мире близко не стоит с ютубом в смысле накопленной гигантской базы знаний. Гигантской базы данных. Ну, что такое Рутуб? Во-первых, он мелкий до ужаса. А во-вторых, его давным-давно усилием руководства того самого Рутуба превратили в некий филиал ТНТ с дурацкими шоу. Который, ко всему прочему, работает еще криво. И задалбывает постоянные рекламы. Какова реклама, в отличие от ютубовской, для пользователей, то есть для блогеров, очень плохо монетизируется. Почти никак. Для основной их масса, конечно же. Это если говорить о том, кто собирается профессионально работать на активно развивающихся отечественных площадках. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Все больше компаний включаются в разработку ИИ, он же искусственный интеллект, рекомендации на ютуб, гугл-переводчик, чат-бот в банковском приложении. Мы взаимодействуем с искусственным интеллектом практически каждый день. Чтобы алгоритм был полезным для бизнеса и количественного потребителя, для начала его нужно обучить. Этим занимается ML Engineer. Это специалист, который создает и обучает алгоритм работы с большими данными. Он работает в сфере Data Science рядом с Data Scientist, Data Analyst и Data Engineer. Инженеры по машинному обучению нужны в бизнесе, медицине, ритейле, банках и других областях. А их средняя зарплата составляет 190 тысяч рублей в месяц. Исходя из того, что сфера применения ИИ будет расти на горизонте жизни, учитывая востребованность и высокий уровень оплаты ML инженеров, тем из вас, кто подумает о новой сфере приложения своих сил, рекомендую пройти обучение на онлайн-магистратуре, прикладной анализ данных и машинное обучение от одного из лучших технических университетов России, МИФИ и Scale Factory. Здесь вы освоите Data Science и Machine Learning с нуля до продвинутого уровня. А ваши навыки подтвердит диплом гособразца МИФИ. Магистратура очная, но занятия проходят онлайн. При поступлении сохраняются все студенческие льготы, в том числе отсрочка от армии. А еще действует господдержка. С ней стоимость обучения от 270 рублей в месяц. Для поступления главное наличие любого высшего образования. Обучение проходит на реальных кейсах от крупных компаний, например, Exmo. Поэтому сможете погрузиться в рабочие процессы, сформировать портфолио уже во время учебы. Оттачивайте навыки в машинном обучении и разработке ML-систем с помощью тренажеров, кейсов и хакатонов. А понять теорию вам помогут эксперты МИФИ и ведущие практики из Сбера. Набор уже идет, а количество мест на программе ограничено. Поэтому советую вам подать документы прямо сейчас, чтобы получить подготовительный курс бесплатно и лучше подготовиться к вступительным испытаниям. Ссылка в описании. Вот поставьте рядом Рутуб и Ютуб. И скажите честно, какое количество информации собрано на Рутубе и на Ютубе? Причем заметьте, на разных языках это очень важно. Но ведь у Ютуба, как мы и обещали заметить, есть некоторые входящие обстоятельства, на которые обратил наше внимание и благородно депутат Хинштейн. Спасибо ему за это, мы бы без него не заметили. Да, на Ютубе есть моменты антироссийской политики. Вот с одной стороны это грандиозная библиотека, а с другой стороны есть там безусловно и антироссийская всякая, иногда откровенная дрянь, высосанная из пальца. Есть такой момент, его невозможно не заметить и невозможно не признать. Но, дорогие наши начальники, дорогой депутат Хинштейн и примкнувшие, неужели вы думаете, что бороться с такого рода явлениями можно деградациями, блокировками, запретами? Нет, бороться с такого рода информацией, с такого рода течениями невозможно так. Это в системном смысле можно только работой с потребителем. Ну, то есть, с отечественной аудиторией Ютуба. Или вы вот настолько не доверяете собственному народу, которому вы вроде как служите, вы же депутаты, слуги народа, что думаете, что народ, оставшись без вашего пригляда, вот только оставь народ без присмотра, он сразу или под хвост перепорится, вступив в запрещенное и осужденное всякое ЛГБТ, или немедленно поверит в царушной пропаганде на Ютубе. Вот люди настолько все вокруг безмозглые, что без вашего отеческого указания не справятся. А тогда вопрос, можно ли доверять тому, что они вас выбрали, ну, если они настолько тупые? Ну, вот люди, по вашему мнению, тупые настолько, что шагу не могут ступить без вашего отеческого окрика. Мол, сюда не ходи, туда ходи, потому что там запрещенная и осужденная ЛГБТ с его пропагандой, а там ЦРУшная пропаганда. Ведь, наверное, если люди реально настолько глупы, то чего стоит вообще-то их выбор? Ну, в смысле, хотя бы выбор депутатов. Ведь вы же тоже, получается, какая-то погрешность. Но ведь это же очевидно не так. Вы же там серьезные посты занимаете, деньги получаете, народу служите. Не он вам, а вы ему вроде как служите. При этом совершенно однозначно, давая понять, что народ – это какое-то темное, тупое быдло. Вот скажите, например, в лекции доктора Тобиаса Кепфелла из Royal Armouries, Лидс, Англия, по поводу английских доспехов 15 века, есть что-нибудь антироссийское? А в ролике, когда, скажем, японский мастер показывает, как правильно затачивать ножи или собирать бездиного гвоздя очень красивые японские шкатулочки, может быть, тоже есть что-нибудь антироссийское? А в лекции седого профессора Владивостокского университета по поводу Бахайского царства, которое он зачитывает в стенах аудитории с длинным звуком и еще более длинным изображением, может быть, там есть что-нибудь антироссийское? А ведь мы в основном этот продукт все потребляем, даже те, кто развлекается и просто смотрит на Ютубе, как кто-нибудь подскользнулся на банановой кожуре и приземлился, извините, на задницу? Может быть, там есть что-нибудь антироссийское? Ведь люди-то, повторяюсь, используют этот ресурс как библиотеку и задача ваша, как слуг народа, работать с народом так, чтобы любая антироссийская позиция внутри администрации этой самой библиотеки, ну, чтобы не доминировала и не имела шансов хоть как-то возобладать над мозгами собственных сограждан. Потому что, если пойти дальше в логике развития событий, я ж недаром сравнил Ютуб с библиотекой, следующим номером нужно деградировать российскую публичную библиотеку или библиотеку имени Ленина в Москве, потому что вы не представляете, какое количество антисоветской, антироссийской и прочей дряни там в фондах накоплено. Там Сложеницына можно взять, архипелаг ГУЛАГ, который буквально набит антисоветской дрянью. Там ПСС Ильина хранится, который прямой фашист. И даже, вы не поверите, в этих библиотеках есть Майнкамф и Леодоктрина фашизма Бенита Амелькара Муссолини, которые являются запрещенными и осужденными книгами на территории Российской Федерации. И ко всему этому там так или иначе можно прикоснуться. И даже причаститься содержимого. Это значит, что? Так я же говорю, нужно деградировать для начала публичную библиотеку, а потом библиотеку имени Ленина. И вообще, на всякий случай, все остальные библиотеки на территории Российской Федерации. Мало ли, чего там можно прочитать в этих самых ваших библиотеках. За всем-то не уследишь, правда? Поэтому сначала деградировать, а потом запретить к посещению. Знаете, о книге лучше всего сжечь. Ну, а дальше, если уже развить логику до самого конца, нужно отменить алфавит. Потому что вся дрянь на этом свете, включая и антироссийские помои, составлены из букв этого самого алфавита. И вот когда, наконец, не будет ни ютуба, ни библиотек, ни алфавита, вот тогда заживем. Вот тогда и патриотизм подлинный, настоящий, наконец, в богоданном под одном населении воспарит. Вы уверены, что это именно так работает? Вам ничего-ничего совсем-совсем не напоминает пример недавнего прошлого? Пример Российской империи, которую мы потеряли, но вот-вот найдем. Когда на протяжении поколения, как минимум поколения, 25-30 лет, занимались в основном тем, что запрещали и деградировали. Все подряд. Да начиная с родного образования. Вспомним закон о Кухаркиных детях. Ну, то есть, образование-то, конечно, хорошо. И неплохо бы, чтобы у вас было как можно больше образованных людей в империи. Но, ведь получив образование, люди, точно так же, как и пользователи Ютуба, не дай бог читать начнут. Ведь так же можно дочитаться до Маркса. Ну, или, знаете, хотя бы до Плеханова. Поэтому, да, конечно, образование неплохо. И образование, вообще-то, это про арифметику, ботанику, физику, иностранные языки, русский язык, как минимум, родную отечественную и иностранную историю. Ну, можно это дело придержать. Деградировать это дело процентов так на 70. Чтобы никто не дочитался до Маркса. Вы помните, чем это закончилось? В том числе, вот эти ценные инициативы. Ну, это закончилось ровно одним. Когда вы кипятите скороварку, у неё должен быть клапан. Если кипятить скороварку и клапан заткнуть, ну, или деградировать его на 70%, то очень скоро скороварка треснет. А может быть, взорвётся, забрызгав всех окружающих горячим кипятком. Зачем это делать? И вы не помните, может быть, если для вас Российская империя, которую мы потеряли, но вот-вот найдём, это слишком далёкий пример, что у нас было в позднем Советском Союзе. Когда точно так же умудрились запретить всё, что запрещать было, вообще-то, и не нужно. Рок-н-ролл нельзя. Радио Свободы ни в коем случае. Всё это глушится, потреблять нормально невозможно. Сегодня ты послушал джаз, а завтра Родину продашь. И так далее, и тому подобное. Вплоть до этого самого нашего позорного индекс-либрорум-прохибиторум, то есть списка запрещенных книг. И вы помните, это-то чем закончилось? А ровно тем, что вся эта запрещенная дрянь, именно она, запрещенная дрянь, стала, в силу того, что она недоступна и большинству просто неведома, таким лучом света в тёмном царстве. Ну, то есть, если это запрещают, то это наверняка и есть та самая правда, которая только для гностически избранных существует. А ведь неплохо бы стать таковыми. И вот если бы когда-то Солженицына у нас спокойно издавали с нормальными научными комментариями, если бы у нас продолжили сталинскую политику, издавая белогвардейские мемуары, да даже тот самый Майнкамп с нормальными научными комментариями, то очарование и Александра Исаевича Солженицына, который поучаствовал в развале СССР и всех упомянутых осужденных и запрещенных личностей, упало бы раз так, даже не в тысячу, наверное, на три порядка. Потому что никто в здравом уме это всерьёз не воспринимал бы. Ну, а так как не запрещено, так бери и пользуйся. Ты сам можешь в любую секунду проверить, что это такое. И вот бесящий Ютуб, на котором есть какие-то антироссийские помои. Вы не представляете. Эти антироссийские помои есть и в ВКонтакте, например. Вы посмотрите количество разнообразных сообществ, которые напрямую издают, распространяют и рекламируют фашистские идеи прямо в фашистскую литературу. Да вот, начиная с того же Леона де Греля. Это, если что, бельгийский этот самый их фюрер. А он у нас издаётся и продаётся. И распространяется, как в бумажном, так и электронном виде через ВКонтакт. Там, между прочим, и запрещённых, и осуждённых бандеровских групп полно. И все они живут, процветают и распространяют свои идеи ВКонтакте. ВКонтакт тоже нужно деградировать, а потом и блокировать. На всякий случай. Так вот, если мы посмотрим процентное отношение подобного рода материалов на Ютубе среди общей массы, то мы обнаружим, что это даже не полпроцента. Это, наверное, даже не десятая доля процента. И вот нужно взять и максимально затруднить, а потом и вовсе, наверное, блокировать доступ к этому чудовищному шквалу антироссийской информации, которая там имеет место быть. Заодно запретив и доступ к 99 дробь 99 нормальной информации, которая имеет место там. От развлекательной до сугубо научной. Так победим. Именно так мы прорекламируем самым лучшим образом. Вот те самые антироссийские высеры, которые так вас раздражают. Уж извините за мой французский. Лучшей рекламы придумать нельзя, если вы не можете сказать ничего против. Да у себя, внутри родной страны. Причём против настолько железобетонно-логически-исторически-научно-выверенного, что вот во всё это никто не поверит. Так значит, всё, что там говорится, в этих антироссийских материалах, если не правда, то как минимум заслуживает самого внимательного ознакомления. И будьте уверены, люди найдут способы, изыщут все возможные способы для того, чтобы начать знакомиться с онами, но уже частным, личным, возможно, тайным, подпольным порядком. И материалы эти получат высшее освещение в лице запрета от государства. Каково государство значит? Обязательно лжёт и скрывает правду. Вы своими этими самыми запретами на благо богоспасаемого, богоданного, податного населения делаете только хуже. Только не подумайте, что администрация Ютуба, во-первых, народу, который этим Ютубом пользуется и для получения информации, и для заработка. Так, я уверен, вас это волнует гораздо больше. Так и себе. Потому что таким образом вы затыкаете тот самый клапан на вовсю работающей скороварке. И если вы думаете, что вы находитесь от скороварки в другой квартире, не заблуждайтесь. Вы сидите прямо на крышке. Такая у нас сегодня будет коротенькая политинформация. А на сегодня всё. С вами был вечерний Политпросвет. Ну и вы, наверное, заметили, что если вы не будете заниматься политикой, политика займётся вами. И уже занялась. До встречи на Ютубе, пока это ещё возможно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok